Здравствуйте! С новостями города Латкарина. Сегодня познакомлю вас я, Валерия Федотова. Смотрите в этом выпуске. В администрации муниципалитета состоялось заседание Совета директоров города Латкарина. Неделя встречались с губернатором, с нами был наш городской актив, обсуждали проблематику нашего города. На территории школы номер два, благодаря победе учеников, во всероссийском конкурсе появилась современная велопарковка. Я хочу сказать с большой гордостью, что вот эти ребята сегодня несли вклад в развитие нашего города. Депутат Мособлдумы Владимир Жук посетил Латкарина и пообщался с работниками образования, медиками и проверил ход работ по комплексному благоустройству дворов. В ближайшее время, на неделю-две, все работы будут завершены и жители получат благоустроенный двор со всеми элементами. 7 сентября во всех образовательных учреждениях городского округа Латкарина была проведена общая областная тренировка по эвакуации при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций. Люди повторяют отработку навыков, как действовать при пожаре, им объясняют, куда идти, за какое время нужно выйти. Модернизация уличного освещения в центре Латкарина по проекту «Светлый город» в финальной стадии. А также в этом выпуске вас ждут специальные репортажи от наших корреспондентов и другие новости политики, образования, культуры и спорта. Не переключайтесь. 10 сентября в администрации нашего муниципалитета состоялось очередное заседание Совета директоров города Латкарина. В обсуждении актуальных вопросов на заседании Совета директоров города Латкарина приняли участие глава муниципалитета Константин Кравцов, председатель Совета депутатов города Евгений Серегин, представители депутатского корпуса городских предприятий и здравоохранения муниципалитета. Собравшиеся рассмотрели итоги социально-экономического развития за первое полугодие и перспективы развития нашего города на 2021 год. На той неделе встречались с губернатором, с нами был наш городской актив, обсуждали проблематику нашего города и губернатору рассказали о тех, скажем так, проблемных местах в городе, которые нас беспокоят. Это ремонт нашего спорткомплекса «Кристалл», это переселение ветхого фонда, который у нас сегодня, скажем так, беспокоит наших жителей. Жители уже не просто просят, они уже требуют предпринимать какие-то меры. Это центральная вся наша часть, это двухэтажные дома. И очень важно, что здесь губернатор услышал, после этой встречи нас включили в протокол, мы уже связывались с Министерством спорта, с Минздравом по поводу ремонта наших поликлинических зданий, хирургического корпуса. То есть эта работа ведется. Вчера мы собирали совещание по «Кристаллу», у нас готов проект. Мы на следующей неделе заходим в экспертизу, и я надеюсь, что в течение двух-трех недель пройдем экспертизу, и будем на следующий год уже поддаваться на программу. Помимо этого, собравшись, обсудили программу мероприятий, посвященных празднованию 64-го дня рождения города Латкарина, и акцию «Наш лес, посади свое дерево», в которой примут участие представители администрации, предприятий муниципалитета, депутаты и все желающие жители. Анастасия Харченко, Алексей Устинов, новости Латкарина. На территории школы номер два в торжественной обстановке открыли современную инновационную двухуровневую велопарковку на 12 мест. Реализация этого проекта стала возможна благодаря победе учащихся школы во всероссийском конкурсе «Детских идей. Большое начинается с малого». Инициатором проекта «Продвижение» «Школьная велопарковка» стал ученик 7-го В-класса Константин Алешечкин. Его идею поддержали одноклассники и классный руководитель. Ребята сформировали команду из пяти участников, подготовили и отправили заявку на участие в конкурсе, организованном компанией «Юми Юнайтед» и фондом «Сколково». Проект высоко оценила жюри конкурса, и команда вошла в десятку лучших, обеспечив себе место в финале. В церемонии открытия велопарковки принял участие глава городского округа Латкарина Константин Кравцов, который поблагодарил инициативных школьников и их наставников за вклад в развитие муниципалитета. Я хочу сказать с большой гордостью, что вот эти ребята сегодня несли вклад в развитие нашего города. А жизнь нужно прожить так, чтобы было чем гордиться. Сегодня это велопарковка, завтра здание, послезавтра самолет. За этими ребятами наше будущее. Успехов вам, счастья и крепкого здоровья. Спасибо. Мечта наших учащихся воплотилась в жизнь при финансовой поддержке общества с ограниченной ответственностью «Городская среда», которая занимается разработкой и производством конструкций для велоинфраструктуры. Инновационный вообще для России продукт – это двухуровневая велопарковка, которую мы все попробуем попозже. Классное событие, здорово, что есть такие проекты, и мы счастливы в них участвовать. Всех поздравляю. Я от лица компании «Ями Юнайтед», в которой дети рулят, вас сердечно поздравляю с этим замечательным днем, с открытием велопарковки. Это было удивительное путешествие. Ребята, вы огромные молодцы. Вы здесь и сейчас меняете мир к лучшему. Велопарковка на территории школы – только начало. Руководитель управления транспорта фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров, ментор наших инициативных учащихся, рассказал о дальнейших планах ребят. Дальше ребята хотели заниматься оснащением велопарковками всего города, потому что есть точки притяжения, между которыми ребята перемещаются. Это и образовательные учреждения, и объекты отдыха, культуры. Поэтому надо смотреть, что это только первый этап. Дальше будет второй замечательный этап, к которому ребята как раз тоже приложат свою руку. Такой двухколесный транспорт, как велосипед и самокат, безопасен и экологичен. Особой популярностью среди молодежи этим летом стали пользоваться электросамокаты. Ученикам и гостям праздника рассказали о правилах безопасного вождения этого современного вида транспорта и предложили прокатиться всем желающим. Мы с вами. Игонки. 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 Итак, всем ребятам. И взрослым. После торжественного открытия и небольшого велопробега учащимся показали, как пользоваться новой велопарковкой. Школьники без особого труда смогли разместить свой двухколесный транспорт даже на второй ярус парковки и убедиться в удобстве этого современного решения. Что важнее, детские сады, дороги или расселение из ветхого жилья? В каждом городском округе Подмосковья свои вопросы. В некоторых они стоят особенно остро. Что необходимо сделать в ближайшем будущем для Домодедова, Подольска, Лыткарина и Ленинского округов? Андрей Воробьев обсудил с руководителями и жителями этих муниципалитетов. Один из первых вопросов, озвученных губернатору, о детских садах. Их не хватает в Ленинском, Одинцове, Красногорске и Балашихе. Решение проблемы вроде бы уже найдено. Регион наш очень серьезно растет, плюс еще дефицит, Ленин Павлович, как ни крути, он сложился. То ли из-за демографии, то ли из-за системы строительства. Не суть важна. Важно то, что мы рекордное количество школ и детских садов строим, но такой запрос существует. Дальше будем строить. Что мы сделали? Мы пошли в Роспотребнадзор. Спасибо Анне Юрьевне. И попросили ее сделать не трехэтажный детский сад, а четырехэтажный. На четвертом располагается так называемая аупа и все, что вспомогательное. К дошкольному образованию в области особое внимание. Это направление, по словам Андрея Воробьева, одно из приоритетных. Сделано немало. Вот жители районов, где многоэтажками все густо понатыкано, просили, чтобы и у их детей была возможность ходить в детсады. Так появились малоформатные полисадик. И тут власти, как говорится, убили одним выстрелом сразу двух зайцев. У родителей появилась возможность оставлять детей под присмотром профессиональных воспитателей недалеко от дома. А очередь в обычные детсады заметно сократилась. В Ленинском самая большая проблема – пробки на Володарском шоссе. Здесь в населенные пункты два раза в неделю приезжают детские и взрослые медицинские бригады на осмотр пациентов. И все бы хорошо, но случись, что из-за плотного трафика врачи попросту рискуют не успеть даже на экстренный вызов. Подмосковные власти об этой проблеме, конечно, знают. Да и как не знать, достаточно вечером в навигатор глянуть, рдеющий восьмибальными пробками. Так что вопрос уже на контроле. Мы сто процентов там эти все узкие места разошьем, потому что у нас Ленинский район. Это в приоритетном плане стоит по ряду территорий, потому что там не красное, а багровое уже мы видим на Яндексе. Вот, поэтому нам федералы помогают в этой программе. Это все инфраструктурные, в том числе кредиты. Мы их заявили. На встрече много говорили о том, что в области строятся торговые центры, сады, школы, больницы. Новые соцобъекты появляются с завидной регулярностью. Но в то же время картину портят старые двух-трехэтажные дома барачного типа, в которых по-прежнему уйтится немало жителей Подмосковья. Постройка много десятков лет, и условия проживания в них далеки от комфортных. Выслушав вопрос, что будет с ветхим жильем дальше, губернатор напомнил про региональную программу реновации, разработанную в конце 2020-го, в этом году, ее уже запустили в Раменском, Ивантеевке, Мытищах, Балашихе и Лыткарине. Мы сейчас готовим и объявляем первые конкурсы. Нам нужно обеспечить масштаб. Почему? Потому что ветхое жилье есть в каждом городе. Чтобы обеспечить масштаб, эта программа летает только тогда, когда ты дольешь туда региональных денег. Вопрос, сколько мы сможем найти, 10 или 20 миллиардов. Все вопросы, которые задавали Андрею Воробьеву, а мы обозначили самые острые, не остались без ответов. Жители округов, кажется, добились главного. Их, во-первых, услышали, а во-вторых, вселили не просто надежду, а убедили в том, что проблемы, которые их так волнуют, не оставят без решения. Воскресенье выходной. Для мобильного и стационарных пунктов вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Природный газ согревает ваш дом и делает жизнь комфортной и уютной. Но газ может быть опасен. Ни в коем случае не нарушайте правила его использования. Строго запрещено самовольно газифицировать жилые и нежилые помещения, самостоятельно ремонтировать, менять и переставлять газовое оборудование, самовольно менять планировку в помещениях с газовым оборудованием, привлекать к газоопасным работам организации без специального разрешения. Нарушение этих правил приводит к необратимым последствиям, пожару, потере здоровья или даже жизни, экологическим катастрофам. Не оставайтесь безучастными. Спасите себя и свою семью. Заключите договор технического обслуживания и установите датчик контроля загазованности. Подайте заявку на портале Добродел на сайте Министерства энергетики Московской области, в сайте АО «Мособлгаз» по телефону или в офисе обслуживания клиентов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Депутат Московской областной думы Владимир Жук 9 сентября посетил наш город с очередным рабочим визитом. Подробности в нашем материале. Сперва депутат посетил здание детского сада номер 24 «Кораблик» в микрорайоне 4А. Владимир Петрович совместно с представителями администрации муниципалитета, депутатами городского совета депутатов и управления образования осмотрел прилегающую территорию и внутренние помещения нового дошкольного учреждения. После чего в актовом зале состоялась встреча народного избранника с коллективом садика. Следующей точкой визита депутата стала городская больница. Владимир Петрович встретился с медперсоналом учреждения, узнал о положении дел в больнице и ответил на интересующие медиков вопросы. Более сложные и требующие детального рассмотрения попросил оформить в виде обращений для дальнейшей работы. В завершении рабочей поездки Владимир Петрович осмотрел и обсудил с депутатами и общественниками нашего города ход работ по комплексному благоустройству двора во втором квартале. Жители часто жалуются, что центральные дороги сделаны, а внутри дворов нет. Вот как раз отвечаем на эти просьбы. Здесь идут работы, идут полным ходом техника, работают люди. Поэтому думаю, что в ближайшее время, на неделю-две, все работы будут завершены и жители получат благоустроенный двор со всеми элементами. Валерия Федотова, Денис Павлов, Новости Латкарина. Денис Павлов, Новости Латкарина. В скверах рядом с ДК в проезде Горбачева на Первомайской улице монтируют опоры и кронштейны, устанавливают и подключают светильники к электросетям. Новые фонари антивандальные и оснащены светодиодными лампами. Будут работать порядка 10 лет, что позволит сократить издержки по эксплуатации уличного освещения. 7 сентября во всех образовательных учреждениях городского округа Латкарина была проведена общая областная тренировка по эвакуации при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций. Началом практической учебной эвакуации послужил полученный сигнал. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Персоналом учебного заведения была организована эвакуация. В ходе тренировки были проверены системы оповещения во всех помещениях учреждений, навыки педагогов по экстренной эвакуации находящихся в здании людей и оперативной проверки наличия эвакуированных, учащихся в безопасном месте. Сотрудники МЧС рассказали учащимся о правилах пожарной безопасности, порядке действий при возникновении пожара, а также продемонстрировали пожарно-спасательное вооружение и технику, после чего раздали ребятам агитационную литературу. Для города это очень важное мероприятие, так как люди повторяют отработку навыков, как действовать при пожаре, им объясняют, куда идти, за какое время нужно выйти, где построиться, то есть чтобы обезопасить население от пожаров, от воздействия пожаров и от гибели. По результатам тренировки будут проанализированы эвакуационные возможности учреждений. Запланированные мероприятия проведены организованно в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Валерия Федотова, Алексей Устинов, телеканал «Латкари». 7 сентября в актовом зале гимназии номер 4 прошли открытые уроки чистоты для учащихся средних классов. Подробности в нашем следующем сюжете. Такие полезные уроки традиционно проводятся в образовательных учреждениях города в начале учебного года. Заместитель начальника территориального отдела номер 15, территориального управления Госадом технадзора Московской области, старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Юрий Гуменюк и председатель Совета депутатов нашего города Юрий Егоров провели познавательную лекцию. Ребята узнали, как поддерживать чистоту и порядок, почему нельзя мусорить, как вести себя, чтобы сохранить в чистоте среду своего обитания. Особое внимание было уделено сортировке мусора. Ученикам объяснили, что не весь мусор уходит на утилизацию. Некоторые отходы перерабатываются в новые продукты потребления. И рассказали о проекте «Мегабак», который был запущен губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью раздельного сбора мусора и снижения количества полигонов, негативно влияющих на экологию. По мнению учащихся, такие уроки очень познавательны и интересны. Они напоминают о правилах порядка и чистоты, которые так необходимы в нашей жизни. Сегодня проходил урок, на котором мы узнали много нового о экологической программе в Подмосковье. Узнали, что существует большая глобальная проблема. И это не только у нас в городе, это во всем Подмосковье. Проблема сортировки мусора, отходов и так далее. Я поддержу Роберта и скажу то, что проблема загрязнения экологии – это не только проблема нашего города, это проблема всей нашей страны, всего мира. И то, что если мы сами не будем как-то убирать за собой, не будем мусорить, то никто за нас это не сделает. Как прозвучала фраза многих классиков сегодня несколько раз на чистом уроке, чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. Также ученикам рассказали о задачах и функциях административно-технического надзора, об ответственности, закрепленной на законодательном уровне, за нарушения в сфере чистоты и порядка, и о последствиях безответственного отношения к природе. Валерия Федотова, Алексей Устинов, телеканал Латкари. В рамках месячника безопасности в образовательных учреждениях городского округа Латкари на 3 сентября прошли всероссийские открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности». Основной целью мероприятия является подготовка детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, а также привитие навыков безопасного поведения на природе, при пожаре, на дорогах и в быту. Сотрудники МЧС рассказывали школьникам об основных причинах возникновения пожаров, напоминали номера вызова экстренных служб, правила поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также показали ребятам, как пользоваться огнетушителем в случае пожара, продемонстрировали знаки пожарной безопасности и объяснили, для чего они нужны. Ребята узнали о том, как устроены пожарная часть и пожарная машина. На познавательных уроках присутствовал начальник отдела ГОЧС и территориальной безопасности городского округа Латкарина Владимир Копылов, который рассказал ребятам о работе единой дежурно-диспетчерской службы города. После проведенной лекции ребята задали свои вопросы. Также в этот день в школе номер 3 прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ученики 10 класса подготовили для младших учащихся тематические презентации, в которых рассказали о трагедиях в Беслане и о других террористических актах, представив терроризм как историческое и политическое явление. Кроме того, ребята посмотрели видеоролик о действиях обучающихся и персонала образовательной организации при нападении на учреждения, специально подготовленный аппаратом антитеррористической комиссии Московской области совместно с антитеррористической комиссией городского округа Люберцы. В фойе учебного заведения была организована тематическая выставка «Мы против терроризма», где дети языком красок выразили простые и понятные истины, свой протест к терроризму и призыв к миру на земле. Также в этот день сотрудники ГИБДД рассказали ученикам начальных классов о правилах дорожного движения и важности их соблюдения. Напомним, данные мероприятия проводятся ежегодно во всех общеобразовательных учреждениях города с 1 по 7 сентября. Валерия Федотова, Алексей Устинов, Новости Латкарина. На территории городского округа Латкарина продолжает свою работу мобильный пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ «Весна». Каждую среду и пятницу с 16.00 до 20.00. Предварительная запись не требуется. В городе также работают стационарные пункты вакцинации в поликлиниках номер 1 и номер 2. В них можно сделать прививку от коронавируса по предварительной записи. Режим работы в будние дни с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 14.00, в воскресенье выходной. Во время посещения мобильного и стационарных пунктов вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, полис УМС и СНИЛС. В Керчи произошел несчастный случай. Ребенок выпал из окна многоэтажки в самом центре северной столицы. Квартира проветривается, мама готовит на кухне обед. Десятый этаж, балкон, ребенок. Малыш оперся руками о москитную сетку и выпал в открытое окно. Шансов на спасение почти не было. На окне вылычет кошка, рядом куколка сидит и на улицу глядит. Скажем кукне, скажем кошке, не сидите на окошке. Неужели вам не ясно, на окне сидеть опасно. Нельзя открывать окна без взрослых. Нельзя залезать на подоконник и не надо полазить в окно. Потому что можно кубырком вот так вот упасть из окна. Уважаемые родители, сегодня у вас есть время рассказать об этой опасности своим детям. Не повторяйте чужих ошибок, ведь завтра может быть уже поздно. И на месте этой игрушки окажется чья-то жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самые интересные и трогательные моменты праздника попали в объективы наших видеокамер. Порог муниципальных школ и гимназий переступили более 6 тысяч школьников. Из них около 700 первоклассников. Одна из первых торжественных линеек состоялась в школе номер 5. Учащиеся подготовили для гостей интересные танцевальные номера. А малыши прочли свои первые стихи о школе под одобрительные аплодисменты родителей и новых товарищей. В этом образовательном учреждении юных латкаринцев поздравил глава городского округа Латкарина Константин Кравцов. Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители, поздравляю вас с днем знаний и началом нового учебного года. 1 сентября для каждого из вас наполнен особым смыслом. Для одних ребят он станет первым шагом в мире увлекательных открытий, для других финальной степенью освоения учебной программы. Я желаю вам, ребята, успехов и свершений в новом школьном году. Чтобы первый сентябрьский день стал для малышей, которые впервые переступят в школьный порог, добрым стартом в мир зданий. Для школьников еще одну ступенью лестницы ведущих успехов. Никогда не останавливайтесь, покоряйте вершины наук, делайте новые открытия. Желаю всем плодотворного учебного года, здоровья, благополучия и новых побед. Глава муниципалитета напомнил о том, что все школы и гимназии города Латкарина переходят на систему триместра. Теперь учебный год делится не на привычные четверти, а на шесть учебных периодов с каникулами между ними, равными одной неделе и стандартными летними каникулами в три месяца. Константин Анатольевич отметил, что это благоприятно скажется на учащихся, так как они смогут больше отдыхать и проводить время в кругу семьи. Для первоклашек гимназии номер четыре старшеклассники и педагоги учебного заведения подготовили театрализованное представление. Также праздник дополнился танцевальными и вокальными номерами, а новоиспеченные ученики в свою очередь прочли трогательные стихи, посвященные началу учебного года. Ну-ка, азбука, выходи! Первый Г-класс! Заходи! Пойдемте, сказочные герои! Сели, 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 сели! В этот день учеников гимназии номер четыре поздравил председатель Совета депутатов городского округа Латкарина Евгений Серегин. Я от души поздравляю вас с замечательным праздником. Желаю ребятам, те, которые пойдут в первый класс, обрести здесь родной дом. Те, которые будут выпускаться в будущем году, найти место в светлом будущем своем и, конечно же, радовать родителей и наших преподавателей. Желаю всем здоровья, удачи, успехов! С Днем Знаний! Ура! В гимназии номер семь учащиеся и педагоги учреждения подготовили для школьников и гостей праздника танцевальную программу. Помимо этого, по традиции учебного заведения, старшеклассницы торжественно пронесли факел пламя знаний, обозначающий неустанное развитие своих умений и навыков в ряду учеников седьмой гимназии. Вот пришел сегодня к классному руководителю, поздравили его с Днем Знаний, и все, мне поздравили с Днем Знаний, пожелали мне что-нибудь. Посмотреть на новых учеников Ольги Геннадьевны, может быть, узнать даже в ком-то себя маленького. Вот ученикам, на самом деле, я хотел бы пожелать, чтобы они раньше начали просто получать удовольствие от того, что они учатся в школе, и там последние свои школьные годы, там три, а то и четыре года, просто чтобы получили огромное удовольствие, и только с положительными воспоминаниями точно так же поступали в институте. Всем первоклассникам точно так же хочу пожелать, чтобы они не пугались ни учителей, на самом деле все будут любить, и чтобы побольше пятерок, и чтобы тоже быстрее начали получать удовольствие от учебы. День Знаний в каждой школе и гимназии был особенным, но их всех объединяла атмосфера радости и веселья. После торжественных поздравлений от директоров, образовательных учреждений и представителей администрации муниципалитета, творческих, танцевальных и вокальных номеров, для первоклассников прозвенел первый в их жизни школьный звонок. Все малыши с цветами и разноцветными шарами направились в свои классы, где впервые сели за парты и познакомились со своим учителем. Я чувствую, что у меня радости много, потому что я иду в школу. Ученикам начальных классов в этот день сюрпризы подготовили не только учителя школы и родители, но и губернатор Московской области. От главы региона ребята получили вкусное мороженое от компании «Чистая линия», крупнейшего в Подмосковье производителя этого десерта. Помимо мороженого, все школьники младшего звена уже 1 сентября получили горячее питание. Что ты сейчас чувствуешь? Какое у тебя настроение? Веселое, хорошее и сладкое. А почему сладкое? Потому что я сейчас попробую мороженое и прям так хорошо, свежо и радо. Для всех школьников в этот день прошли классные часы, где ребята пообщались со своими классными руководителями, обсудили предстоящий год и поделились летними воспоминаниями. Смешанные чувства у вновь испеченных пятиклассников. Для них этот год особенный. Еще недавно они были учениками начальной школы, а сегодня их настигла новая пора. Странное чувство. Кажется, много учителей будет очень интересно, но в одно время и страшно. Потому что мы ушли от нашего первого классного руководителя, к которому только привыкли. Тут у нас много. Очень жалко обращаться с первым учителем. И с новым тоже хочется познакомиться. Будет много предметов. Сейчас есть чувство грусти. Оно, конечно, небольшое, но когда мы только закончили четвертый класс, все плакали, все было очень грустно. Сейчас уже понегче. Мне нравится, что эта школа очень развивается сильно. Тут много секций, много разного интересного, классные часы. Все очень интересно и познавательно. Состоялась торжественная линейка и в Латкаринском промышленно-гуманитарном колледже, порог которого в этом году переступили более 800 учащихся. После официальной части вместе со своими кураторами студенты направились на классный час и первые лекции нового учебного года. Валерия Федотова, Анастасия Харченко, Алексей Устинов, телеканал Латкари. В прошлом месяце о себе напомнил дом номер 6 на набережной улице, у которого произошло смещение наружной ограждающей панели. Наша съемочная группа выяснила, что за работы будут проводиться в доме и когда его жителям ждать расселения. Техническое состояние дома номер 6 по улице Набережной, построенного по экспериментальному проекту в 60-х годах 20 века, с каждым днем все больше волнует жителей. В августе текущего года состояние дома ухудшилось. Ситуация известна в администрации города и находится на постоянном контроле. Сейчас принимаются решения по выбору технического процесса текущего ремонта дома и усиления стен здания. Финансирование на данные работы уже выделено. Первый заместитель глава администрации городского округа Латкарина Владимир Шаров прокомментировал сложившуюся ситуацию. На доме произошло смещение наружной ограждающей панели. Дом построен по экспериментальному проекту. На сегодня мы привлекаем специализированную организацию, которая проведет обследование. По результатам обследования даст заключение, какие именно мероприятия необходимо будет провести с целью обеспечить безопасность для жителей этого дома. На сегодня уже определен источник финансирования работ. И мы планируем, что в полном объеме они будут завершены до конца октября текущего года. В июне 2012 года дом номер 6 был включен в адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу в рамках договора о развитии застройной территории по улице Набережная, заключенного застройщиком МОСУ «Былстрой-17». В период с 2015 по 2020 год указанный договор не реализовывался в связи с банкротством застройщика. В 2020 году потенциальный новый инвестор данной территории выразил намерение выступить в качестве приобретателя имущественных прав застройщика МОСУ «Былстрой-17» в части реализации договора. В том числе обязуюсь завершить строительство ЖК «Высокий берег» и произвести расселение аварийного дома номер 6 не позднее июня 2023 года. Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. Кабинет врача общей практики в микрорайоне 4А города Латкарина вскоре откроет свои двери для горожан. Подробности расскажет Анастасия Харченко. Кабинет врача общей практики, который готовится к открытию в микрорайоне 4А, поможет разгрузить городские поликлиники и позволит жителям микрорайона обращаться к специалисту в шаговой доступности. Подробнее об этом нашему телеканалу рассказал заместитель главы администрации муниципалитета по вопросам социальной политики Евгений Забойкин. Перемена Латкарина происходит во всех сферах, в том числе в здравоохранении. Было принято решение открыть кабинет врача общей практики в 4-м микрорайоне. В 4-м микрорайоне, это вы знаете, где новые дома. Розготовительный этап закончился, сейчас уже завершающая стадия идет. Кабинет готов, новейшее оборудование закуплено, мебель как раз будем в течение двух недель решать. И ориентировочно 16 сентября у нас будет в 4-м микрорайоне открыт кабинет врача общей практики. Мы изучили примеры и других муниципалитетов, в том числе и домодеды, ближайшие к нам. И там эта практика нашла своих жителей, и они решили эту проблему. Где-то не комплексно, конечно, но где-то локальные очаги сумели погасить. Поэтому мы надеемся, что нам тоже это удастся сделать. Сейчас у нас 4-м микрорайон врача общей практики. Далее у нас будет в 6-м микрорайоне принято решение. И на Первомайской улице тоже будем открывать кабинет врача общей практики. Несколько лет назад в городской поликлинике номер 2 прошли работы по капитальному ремонту. Теперь в ремонте остро нуждаются поликлиника номер 1 и 2-й корпус Латкаринской городской больницы, где располагается хирургическое, травматологическое, гинекологическое, урологическое и реанимационное отделение. Сейчас наша непосредственная задача на ближайшее время, в ближайшей перспективе, это капитальный ремонт первой поликлиники, которая около «Звезды» находится, и второго корпуса больничного городка, это где находятся хирургия, травматология. В принципе, в программу мы входили, это был 2020 год, но в связи с пандемией, из программы у нас вычеркнули программу здравоохранения Московской области государства, она рассчитана до 2024 года. Также стоит задача непосредственно решения проблемы скорой помощи. Мы хотим возведения новой стационарной скорой помощи, модульной, на территории больничного городка. Напомним, что шестой форум «Подмосковье здоровье» состоялся 20 августа в Жуковском. На нем присутствовала делегация от нашего города, которая подняла важные вопросы в сфере здравоохранения муниципалитета. По итогам форума все озвученные вопросы были приняты на контроль заместителя председателя правительства, министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой. Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. 28 августа во Дворце культуры мира и в Доме культуры Центра молодежи прошел День открытых дверей. Подробности расскажем в нашем следующем сюжете. Канун нового учебного года – самое время напомнить родителям, что их детям нужно заниматься не только учебой. Во Дворце культуры мира День открытых дверей охватил все площадки – кабинеты и студии в ДК, летнюю эстраду, спортивную площадку и другие уличные зоны в парке. Латкаринцы смогли познакомиться с работой всех творческих коллективов Дворца. Презентацию о своих коллективах подготовили педагоги и воспитанники Школы раннего развития «Почемучка» и студии музыкально-эстетического развития «Скрепичный ключик», которая началась с антрактивной программы для детей «Встреча друзей», а завершилась спектаклем, специально подготовленным для малышей театральной студии «Сундучок сказок». В кружке технического творчества состоялся мастер-класс «Лаборатория открытий». В изо студии «Почемучкина картинки» состоялся открытый пленэр на аллее парка, где юные латкаринцы смогли почувствовать себя художником, изобразив на бумаге окружающую себя природу. «Я не хотела нарисовать, думала, что это скучно, но потом мы начали, но потом я захотела нарисовать этот кустик и оказалось, что это очень интересно. Мы нарисовали все до конца, вот моя работа, и мне очень нравится, получилось очень красиво». Любители спортивного образа жизни во время открытых тренировок познакомились с деятельностью акробатической студии «Проформ», секцией тэквондо и мини-баскетбол. В студии ударных инструментов состоялось открытое занятие, где собравшиеся познакомились с аппаратурой и насладились живым звучанием барабанов в ходе мастер-класса от участников коллектива. Для меня барабаны – это символ некой энергии, которая заключена во многих аспектах. Ты не просто приходишь сюда стучать, это как-то даже слово бездушное. Ты приходишь сюда, дабы вылить свою душу, дабы у тебя, грубо говоря, все раскрылось, а потом, когда ты уходишь, правда, все закрывается, но так или иначе, когда я сюда прихожу, я даже, можно сказать, перерождаюсь. Ты никогда не испытаешь за каким-либо другим инструментом то, что ты испытываешь, будучи за ударной установкой. Это божественно. В концертном зале состоялся открытый урок хореографического ансамбля «Росинка». Также концертные программы представили солисты ансамбля созвучия, после чего все желающие приняли участие в зажигательных мастер-классах от народного коллектива современного танца «Ирис». Начинается новый творческий сезон. Это сезон юбилейный. 60 лет исполняется Дворцу культуры «Мир». И мы сегодня проводим День открытых дверей, уже ставший традиционным. Мы встречаемся с нашими коллективами, встречаемся с нашими зрителями. Мы очень рады, что сегодня много людей пришло в этот солнечный день в Дворец культуры. Вообще в нашем Дворце много спортивных секций, кружков. Это и творческие, и развивающие. Мы очень-очень ждем новых участников. Я надеюсь, что этот год будет ярким, плодотворным, творческим. И хочется пожелать всем успеха. Ко дню открытых дверей в ДК «Центр молодежи» для зрителей прошел концерт творческих коллективов, участники которых продемонстрировали, чему можно научиться в стенах Дома культуры. Свои таланты продемонстрировали участники вокальной эстрадной студии «Цветные сны», коллектива классической хореографии «Жизель», студии «Брэкдэнс Виапи Бэнд», ансамбля «Лоткарята», коллектива восточного танца «Санрайз», циркового коллектива юных дрессировщиков «Дик», вокальной студии «Свет Радонеж» и «Калина Красная» и ансамбля казачьей песни «Иван Чай». Директор ДК «Центр молодежи» Светлана Донец отметила, что в 2022 году ДК будет праздновать свой юбилей 85 лет и пригласила всех на многочисленные мероприятия, приуроченные к этому событию. В вечернее время в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь кино 2021» в этот день для всех желающих в учреждениях культуры города был организован кинопоказ. В этом году зрителям были показаны фильмы «Конек-горбунок», «Пальма» и «Огонь». Валерия Федотова, Алексей Устинов, телеканал «Латкари». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Доброе дело начинается с одного клика. У вас во дворе свалка мусора, не горят фонари, на дорогах ямы? Добродел поможет все исправить. Ведь теперь мы в Подмосковье решаем проблемы вместе. Зайдите на сайт Добродел или скачайте бесплатное мобильное приложение. Напишите ваши жалобы или пожелания. Мы найдем решение. Добродел субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Садовая фонари». Продолжение следует... Установка и техобслуживание газовой инженерии только профессионалами, чтобы не было беды. В связи с успешным проведением работы в противопожарный период огнеборцы Латкаринской пожарной части номер 303 Люберецкого территориального управления МОСОБЛПОШ-СПАСА получили заслуженные награды. Подробнее в нашем сюжете. 24 августа глава городского округа Латкарина Константин Кравцов в торжественной обстановке совместно с начальником Люберецкого территориального управления МОСОБЛПОШ-СПАСА Олегом Хатином наградил за высокий профессионализм бесстрашных героев, спасителей жизни и одних из самых смелых людей нашего города огнеборцев Латкаринской пожарной части номер 303. Я хотел поблагодарить за те ваши слаженные и профессиональные действия, которые позволили нам этот особо опасный период пережить без каких-либо последствий, без каких-либо потрясений. Мы вам желаем крепкого здоровья, успехов, удачи. Естественно, быть всегда готовым к любым истечениям обстоятельств. Это наша основная государственная и гражданская задача. Я уверен, с совместными усилиями мы обязательно справимся с любыми катаклизмами и проблемами. Если говорить о нашей 303 пожарной части, это одна из лучших частей Московской области. На них серьезная нагрузка ложится, потому что они выполняют задачи других городских округов. Но сегодня здесь присутствуют лучшие представители, но не все, но лучшие представители нашего подразделения. И мы хотим поблагодарить, что администрация совершила возможность приять нас сегодня здесь в торжественной обстановке. И тем самым мы поддерживаем и боевой дух наших ребят, потому что, откровенно скажем, тяжелая работа у пожарных. Но на сегодня городском округе Латкарина мы считаем, что все проходит более-менее спокойно. Водителю пожарной техники Юрию Глазунову была вручена памятная медаль – 10 лет безупречной работы. Благодарственным письмом Мособлпошспаса был награжден пожарный Михаил Погонин, грамоты пожарный Владислав Кобзарь. Благодарность главы городского округа Латкарина за доблестную службу вручили заместителю начальника пожарной части номер 303 Дмитрию Пирогову. Командиром отделения Николая Кондратьева Алексею Корягину, пожарному Павлу Крупенко. В первую очередь мы занимаемся тушением пожара и спасением людей. Наша работа тяжела, сложна, требует подготовки соответствующих навыков. Навыки и подготовку мы получаем каждый день. Получается, у каждого караула на это выделяется час времени. Выезды, они всегда есть у нас, получается. Получается, либо ложные, либо по мелочи что-то горит. Такого в последнее время серьезного у нас не было. Коллектив у нас очень дружный, потому что, как говорится, опираемся друг на друга. То есть работаем всегда плечо к плечу. То есть у нас не должно быть никаких разногласий, потому что все мы одна команда, без нее никак. Ну, а то, что награждают, какая-то гордость, что работаю именно пожарным. Пожарная часть на территории города Латкарина была создана в 1973 году. В 2006 ее передали в ведение Люберецкого территориального управления МОСУБЛПОШСПАС. Личный состав пожарной части в свободное время активно занимается физической подготовкой в спортивном зале на территории учреждения. Огнеборцы всегда готовы прийти на помощь горожанам в любой чрезвычайной ситуации. Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. 26 августа состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа Латкарина, в котором принял участие глава муниципалитета Константин Кравцов. На повестку дня очередного заседания Совета депутатов, которое состоялось 26 августа, было вынесено шесть вопросов, основными из которых были о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов об утверждении бюджета городского округа Латкарина на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов, о внесении изменений в устав городского округа Латкарина, о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Латкарина на 2021-2023 годы. На Совете депутатов был рассмотрен вопрос об освобождении от должности председателя контрольно-счетной палаты муниципалитета Валентины Гусевой и назначении на этот пост Людмилы Ивановой. Также депутаты заслушали представление городской прокуратуры об устранении нарушений законодательства о правилах благоустройства территории города. По всем вопросам повестки дня народные избранники вынесли единогласное положительное решение. В конце заседания Константин Кравцов совместно с председателем Совета депутатов города Евгением Серегиным наградили за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета знаком отличия за заслуги перед городом Латкарина председателя контрольно-счетной палаты города Валентину Гусеву. За многолетний добросовестный труд в органах представительной власти, активную общественно-политическую деятельность и большой личный вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета были вручены грамоты главы городского округа Латкарина заместителю-председателя Совета депутатов Юрия Егорову, депутатам Евгению Вольперту, Людмиле Китаевой, Татьяне Кумпан и Екатерине Смирновой. Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. ГБУ с МО Латкаринская городская больница после закрытия ковидного отделения вернулась в штатный режим работы с 9 августа. Подробности в нашем следующем сюжете. Один месяц и 20 дней корпус номер два Латкаринского больничного городка служил временной обителью для заболевших коронавирусом граждан. Именно здесь медицинский персонал, подвергая себя опасности, боролся с коронавирусной инфекцией и помогал жителям встать на ноги. С момента возобновления в больнице оказание плановой медицинской помощи прошел месяц. Главный врач Латкаринской городской больницы Андрей Овчинников рассказал о возвращении работы медучреждения в штатный режим и темпах вакцинации в муниципалитете. У нас в штатном режиме запустилось отделение гинекологии на 25 коек, отделение травматологии на 25 коек, отделение хирургии на 30 коек, отделение урологии на 20 коек. И в штатном режиме заработала реанимация больницы на 6 коек. На первом этаже, как вы знаете, у нас есть отделение рентгенологии и отделение компьютерной томографии. Ну и как же приемное отделение и экстренная лаборатория. Все эти подразделения запущены. Мы готовы оказывать помощь в полном объеме, как и оказывали. И никаких проблем у нас сейчас нет. Что касается работы поликлиник, она также работает в штатном режиме. Поликлиники у нас, как вы знаете, 4 подразделения в городе Латкарина. Это поликлиника номер 2, которая располагается на территории больничного городка. Поликлиника номер 1 на Комсомольской. Детская поликлиника и женская консультация. В связи с тем, что вызовов неотложной помощи стало в разы меньше из-за того, что пошел спад ковидной инфекции, у нас немножко изменилось расписание работы неотложной помощи. Она в будние дни работает с 8 до 8 вечера. И в субботу она работает с 8 утра до 3 часов дня. В воскресенье неотложная помощь официально у нас не работает. В воскресенье, если кто-то нуждается в неотложной помощи, то вызывают скорую помощь и к ним приезжают. На сегодняшний день в городе Латкарина вакцинировались более 22 тысяч человек. Всего в муниципалитете проживает порядка 60 тысяч граждан, из которых 10 тысяч – дети. Цель вакцинации – достигнуть защиты, при которой человек не заболеет тяжелой формой. И для этого считается, что надо до 1 сентября привить 60% населения, а до 1 ноября – 80%. Как вы знаете, третья волна коронавируса была связана с тем, что это уже был не уханьский вирус, а так называемый индийский – дельта-штамм. Который более агрессивный, более заразный, который поражает уже не только пожилых людей и в тяжелой форме протекает уже и у молодых. И работая в третью волну ковида, практически ежедневно с ночмедом мы делали обход в отделении реанимации. И наблюдали, что в отделении реанимации, которое было развернуто у нас на 20 коек, лечились молодые люди. Считается правильным, самым недорогим способом и самым, наверное, надежным – это, конечно же, вакцинироваться. По словам главного врача Латкаринской городской больницы, почти у каждого зараженного коронавирусом пациента, который во время последней волны ковида лежал в корпусе номер 2 больничного городка, выявлен индийский штамм коронавируса под названием «Дельта». Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. Наша съемочная группа совместно с делегацией от городского округа Латкарина побывала на шестом форуме «Подмосковье здоровье», который прошел в Жуковском 20 августа. В форуме «Подмосковье здоровье» приняли участие делегации из городских округов Дзержинский, Жуковский, Котельники и Латкарина. Наш город представляли заместитель главы администрации муниципалитета по вопросам социальной политики Евгений Забойкин, главный врач Латкаринской городской больницы Андрей Овчинников, представители общественной палаты и неравнодушные жители города. Форум прошел при участии заместителя председателя правительства, министра здравоохранения Московской области Светланы Стрягунковой. В подготовленных заранее докладах представители каждого муниципалитета отразили развитие здравоохранения в округе, основные потребности и аккумулированное от жителей обращение. Во время своего выступления председатель общественной палаты города Латкарина, руководитель местного отделения ассоциации, председатель сайтов МКД Московской области Татьяна Иванова, затронула множество актуальных для нашего города вопросов. Необходимость проведения работ по капитальному и текущему ремонтам зданий здравоохранения, установки модульных постов скорой помощи, недостаток кадров больницы, возобновление работы детского круглосуточного стационара, обновление лечебного диагностического оборудования, работа колл-центра, онлайн-запись, вызов врачей и скорой помощи. На вопросы о создании в городе Латкарина модульного поста скорой помощи, недостатки кадров больницы и необходимости капитального ремонта ответила Светлана Стрягункова. Мы создаем программу модернизации всех подстанций постов скорой помощи на 5 лет. У нас есть поручение губернатора эту программу разработать, у нас есть еще остался месяц до ее разработки. Мы понимаем, что нам нужно все-таки использовать новые технологии, чтобы это было более быстро, чтобы эти строки не затягивались на двухлетние и трехлетние периоды. Поэтому я надеюсь, что в этом году мы программу модернизации всех подстанций скорой помощи утвердим и приступим к ее реализации с 2022 года. Вот прозвучала такая проблема, что не хватает кадров. Как можно с этим бороться? Бороться с этим можно и нужно, и с этим придется научить в любом случае. Как правильно коллеги подмечали, перед нами Москва, тут в данном случае не за нами, а перед нами. Но, тем не менее, все это решается. Есть долгие способы, долгие способы это обучение, целевая подготовка кадров, но это нужно ждать 5 лет пока у нас, или 2 года, если ординатор, пока он подготовится. Поэтому, в принципе, нас такие технологии не очень устраивают, в том плане, что мы их, конечно, используем и готовим для себя специалистов заранее, но нам нужно решать проблемы сейчас. Поэтому здесь выход один, мы будем его искать, заманивать, предлагать из других регионов, из Москвы, из соседних регионов. Найдем. У нас в городе Латкарина поликлиника номер один нуждается в ремонте. Есть ли, может быть, она в планах? Мы отложили все ремонты до разработки стандарта его утверждения. Стандарт разработан, и будем разыгрывать торги в конце года, на следующий год. То есть все объекты, которые были запланированы в 2021 году и не сделаны, они будут включены в программу 2022 года. Программа капитального ремонта сейчас сформируется, она будет вытиленнее, повторюсь еще раз. На три года она будет до конца года сформирована, и тогда станет понятно, то есть, ну, еще раз повторюсь, у нас поликлиник очень много, мы, конечно, будем смотреть по их материально-технической базе, которые нуждают в наибольшей модернизации, и, скорее всего, они попадут в 2022 год. Какие-то попадут на 2023. Светлана Стрегункова отвечала на все интересующие жители вопроса о системе здравоохранения, заданные в зале и посредством онлайн-трансляции. Все пришедшие на форум могли проверить свое самочувствие в специально оборудованном Центре здоровья. Там же можно было пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. Лес – наше общее достояние и бесценное зеленое богатство России. 90% лесных пожаров возникают по неосторожности или беспечности человека. Пожары наносят непоправимый ущерб лесу. Будьте осторожны в лесу с огнем. Огонь в лесу – не просто опасность, а предвестник трагедии. Лес – это уникальное наследие, сохранить которое – наша задача. Допустим, мы перестанем носить маски и следить за дистанцией. Допустим, начнется вторая волна эпидемии. Допустим, закроются рестораны и кинотеатры. Допустим, школы перейдут на удаленку. Допустим... А давайте мы этого не допустим. Носите маски. В Московской области стартовала программа социальной газификации. Для участия не нужно подавать заявку. И теперь, в ранее газифицированных населенных пунктах, газ подведут совершенно бесплатно до границы участка. Таким образом, до конца 2022 года газ будет доступен на участках 300 тысяч жителей Подмосковья. Для проведения газа в дом теперь достаточно заключить один комплексный договор на выполнение работ внутри участка. Любым удобным способом. В одном из 16 мобильных офисов микроавтобусов специалисты Мособлгаза сами приедут к жителям. В одном из более чем 600 офисов Мособлгаза, МФЦ, МЭС, МособлЕРЦ, на сайтах Госуслуг, Минэнерго и Мособлгаза. Там же, на сайте mosoblgaz.ru, можно ознакомиться с графиком проведения работ по социальной газификации. При возникновении вопросов можно обращаться на горячую линию. Программа социальной газификации. Тепло придет в каждый дом. А на этом у нас все. Смотрите нас на телеканале МИР24 каждый понедельник, в среду и субботу в 16.00 и 22.00. С вами была Валерия Федотова. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова